Я, собственно говоря, хочу начать наш разговор, конечно, с этих вроде бы как слитых секретных данных американских. В первую очередь, расскажите, что об этом пишут ваши средства массовой информации, ну и что, собственно, вы об этом думаете? Какие уши вам видны за всей этой историей? Ну, сейчас ведутся расследования, как вы тоже, наверное, понимаете. В Америке это делают и ФБР, и Пентагон, и Департамент юстиции. И, наверное, масштаб этих данных, наверное, не такой, как был во времена Сноудена, скажем. Но все равно видно, что это большой удар, по сути дела, по доверию, скажем, к этим институциям. В то же время нужно упомянуть, что, наверное, мы тоже сомневаемся, и есть, конечно, это аргументы, что не все эти документы аутентические, скажем, не все они являются правдивыми. Но все равно сам факт, он, конечно, вызывает очень много вопросов. Пока вопросов больше, чем ответов. Ну, собственно говоря, мы уже видим, какой день все обсуждают эту историю. Каждый день появляется все больше и больше информации. Очевидно, это связано с тем, что обрабатываются какие-то еще параллельно документы, вот которые эти всплыли. Но сегодня Вашингтон-Пост пишет о том, что американская разведка считает, что проблемы Украины с насыщением войск, боеприпасов, техники, может, собственно говоря, привести к тому, что наши военные существенно отстанут от тех планов, которые были ранее у Киева. Вообще, такие заявления, они, ну, серьезно разнятся с официальной позиции Белого дома и заявления Байдена. Что Вы думаете по этому поводу, вот как объяснить, в принципе, факт таких публикаций и что делать теперь партнерам? Ну, трудно сказать, какие документы правдивые, какие нет. Скажем, можно тоже, все уже заметили, что, скажем, уменьшено число жертв со стороны России, увеличено со стороны Украины, это не надо быть экспертом, чтобы это понять. Есть и другая манипуляция, скажем. Конечно же, перед накануне, скажем, контрнаступления, такая информация может повредить, конечно, планом. И несмотря на ту информацию, которая, наверное, не является достоверной, но все равно. Так что тут, во всяком случае, надо адаптировать все это. Я думаю, это будет сделано. Но все равно ущерб большой. И, кстати, тут надо, действительно, такие вопросы возникают и в будущем. Как будут службы делиться информацией, насколько будут доверять друг другу. Кстати, безопасность тех людей, разведчиков, которые предоставляют эту информацию, тоже поставлена под удар. Так что тут можно уменьшать, конечно, все это значение, что некоторые делают, что не надо обращать внимания. Но все равно факт таковой, что все-таки это серьезные. Серьезные истории. Алина, скажите, просто интересный момент. Если все-таки Америка действительно считает, что у нашей страны есть проблемы и с силами, и с техникой, и с боеприпасами. Вот какое ваше мнение? Почему тогда в мире с помощью, ну, где-то притормаживают, если можно так сказать? Почему ее не усиливают, да, и не запускают эти все процедуры, обход бюрократических процедур? Ну, я тоже долгое время об этом говорил. Тут и морально не все как-то нормально выглядит, и даже практически. Если, с одной стороны, есть сомнения, что контрудар будет так эффективен, как планируется, а с другой стороны, эта помощь идет дозировано. Мы пока еще все рассуждают, наши коллеги, можно ли поставлять, скажем, дальнобойную артиллерию, что необходимо. Кстати, насчет истребителей тоже, только советское производство пока даются, а что касается В-16 и других, только говорится об учебе пилотов, но, наверное, я надеюсь, в конце весны будут какие-то сдвиги, поскольку есть официальные заявления от некоторых стран. Но это все очень медленно происходит. Очень медленно. Коротко отвечаю на ваш вопрос. С одной стороны, дозированную помощь предоставляю, с другой стороны, сомневаться, что это может быть неэффективно, выглядит нелогично и морально неправильно. Так что я тут не могу ничего оправдать, просто можно только критиковать. Но это все время, в протяжении всего этого года, так же было, вы же помните, сначала некоторые страны только шлемы предоставляли, гуманитарную помощь, сколько времени нужно было для Гаймарса и так далее. Если вы вспомните, Лина, мы часто обсуждаем и в эфирах то, что нам сразу говорили, что нет никаких Патриот не будет, потом со временем приехали Патриот. Нет никаких танков, Леопардов не будет, приехали и Брэдли, и Абрамсы будут, и Леопарды также. Может быть, такая же ситуация будет и с Ф-16, кто знает? Так и будет, конечно, и с танками так было, да, вы правы. Но главное, знаете, есть еще один такой момент, где я очень поддерживаю этому Украину, что надо стирать все эти так называемые красные линии, которые Запад сам себе начертил. Никто за них этого не делал. Это было, если такой пример привести, скажем, нельзя атаковать цели, которые находятся на территории Российской Федерации. Даже если из этих, скажем, мест направляются ракеты на города украинские, на мирные цели, даже тогда этого нельзя так делать. Но недавно было публично как раз показано, атака на такие цели уже на территории, не оккупированной, а действительно территорией Российской Федерации. И это как бы практически, эта черта как бы уже сдвинута. Так же было и с Крымом. Если, скажем, в середине прошлого года кто-то спросил у некоторых наших западных коллег, можно ли атаковать цели в Крыму, был бы такой невнятный ответ, наверное, поскольку вроде бы... Вы же понимаете, что Крым это наша территория, и тут мы-то не очень-то и должны спрашивать, честно говоря. Ну, вы согласны, что если бы так было, некоторые так не прямо ответили бы этот вопрос. Вроде бы и можно, но с другой стороны Крым какой-то специфический. Сейчас такой вопрос не стоит, вы согласны. Но эту черту удалила не западная наша коллегия, а сама Украина своими действиями. Так что надо и дальше продолжать в этом же духе. Тем более, что тут других вариантов даже нет. И, кстати, паника со стороны России как раз еще и подсказывает, что именно так и надо себя вести. Ну вот про панику вы сказали. Мы же видим, что Бавовна, так мы это называем, происходит даже в относительно безопасном Санкт-Петербурге, в Москве, в Подмосковье. Но так или иначе, что-то там прилетает, что-то взрывается, происходят какие-то процессы. Один их депутат, между прочим, вчера, если вы видели, заявил о том, что Украина на самом деле готовит наступление не на линии фронта в Украине, а нужно ждать ударов в Москве, в Санкт-Петербурге и у нас на территории Российской Федерации. Понимание того, что война их стране, что война фактически может быть поле битвы Российской Федерации, оно есть в квартирах, в домах простых, в головах простых людей? Ну, если месяц тому назад или еще дальше не было такого понимания, вы, наверное, тоже говорили много в ваших передачах, как многие евроизвестные, смотрели про эту войну по телевизору, они видели очень красивые передачи, но это было где-то далеко, их не касалось. И сейчас, наверное, чувство такой уязвимости появилось, физическое. Наверное, это единственный аргумент, который может как-то затронуть вот тех, кто наивно или толерантно, или как-то безрассудно и смотрят на все это. Иначе других нет инструментов. Так что тут, если промыты мозги вот этой пропаганды, очень трудно излечить. Нужно время, но только ощутимые такие аргументы могут что-то поменять. Так что Украина, наверное, повторяет, что она не ставит передовой целью занять Москву. Это уже задача самих россиян, но не должны они думать, что будут неуязвимые или будут какие-то неприкасаемые территории. Это чувство уже, наверное, имеет место. И, на самом деле, так закрывая тему вот этих слитых документов, слитых данных, во-первых, могут ли быть сейчас какие-то раздоры между союзниками, между штатами и другими странами. Это первое. А второе, вот насколько сейчас могут быть перетрубации в силовых структурах Российской Федерации, где, в частности, не могут не понимать о том, что их разведка существенно дала сбой. Я имею в виду внедрение туда и американских шпионов. Да со всех сторон будут большие разборки. И российские службы тоже будут очень тщательно проверять, откуда эти данные появились, где эти источники информации. Как я уже говорил, будет большая опасность тем лицам, которые разведку эту ввели, которые предоставляли эту информацию. Будут задумываться, будут, надо ли продолжать, кстати, это тоже не очень хорошо. Так что тут же многие вопросы. Но надо и все эти уроки изучать. Я не думаю, что это все как-то поколебает наши ряды сотрудничества. Могут только немножко сильнее задуматься перед тем, как делиться информацией. Но в остальном службы США достаточно сильны, чтобы они сами владеют очень много информации. И надеяться на какую-то неожиданную информацию с других сторон, наверное, им не приходится. Но все равно. Это очень большой урок. Еще один урок, если смотреть после событий 11 сентября, скажем, 2001 года. Вы помните, тогда было принято решение, как можно шире распространять разведывательную информацию между ведомствами и институциями США. Сейчас, в прошлую неделю, в пятницу уже принято решение как раз сузить вот этот круг информировой криц. Уже принимаются некоторые меры, чтобы все-таки эту информацию лучше охранять. Так что посмотрим, как это все будет выглядеть. Но я не думаю, что это будет такой удар, что все разрушит. Но, наверное, будем надеяться, что будет такой удар, который оставит всех сильнее, чтобы все-таки будут более ответственно к этому относиться. Кто сегодня делает сильнее Россию? Сегодня появилась информация о том, что Египет и президент, в частности, их планировал изготавливать ракеты для Российской Федерации. Также появляется параллельно кейс о том, что известная ЧВК Вагнера во главе с Пригожиным планировали у Турции покупать оружие. Кто сегодня подставляет вот это плечо Российской Федерации? Официально мы понимаем, что это Иран, как с Китаем и как с другими странами. Может ли этот процесс быть непубличным, негласным? Ну, как видим, эти иголки все равно выходят наружу. И, кстати, тут надо, наверное, даже и позитивно в том плане, что те, которые как-то имеют такую мысль отсидеться тихо и что-то продолжать вот этот диалог, даже сотрудничать, даже поставлять вооружение, что никто в этом не узнает, в будущем будут себя вести очень осторожно. И это, наверное, к лучшему. Тем более, что тут, когда есть конфликт, когда есть такое кровопролитие, то держаться нейтрально это не является самим лучшим способом ведения. Так что тут и политически, и морально можно об этом говорить. И те страны, которые желали, чтобы об их действиях никто не узнал, они в будущем, наверное, будут очень осторожно на это смотреть. Так что это к лучшему. Сегодня, читая, появляется информация о том, что Россия активно укрепляет границы возле Польши и Литвы, объясняет это учением, вроде бы как Калининградскую область России, которая граничит, собственно говоря, усиляют РСЗВ гаубицами, ну и говорят, какой-то артиллерийский полк новый туда поставили. Это в связи с чем? Это вот в связи с Финляндией, которая стала полноценным членом НАТО, и Россия понимает, что она только удвоила ширину этих границ с Альянсом. Это псевдошаги, которые практически не имеют никакого значения. Если смотреть на дислокацию этого ядерного оружия, так оно и так было дислоцировано в Калининградской области, и ракеты «Скандер» некоторые модификации могут доставлять это оружие не только до Вильнюса, Риги, Танталина, но и до Берлина. И то, что еще дополнительные такие точки появляются в Белоруссии, тут по сути дела в военном плане ничего не меняет, но есть пропаганда, есть какие-то моменты, что кто-то, наверное, испугается, кто-то заколебается, или начнет сомневаться, особенно те страны, которые представляют помощь Украине. Это направлено как раз на это. Но это старая тактика российская, будут пугать столько времени, сколько кто-то будет бояться. Если перестанут бояться или верить этому блефу, изобретут что-то новое. Так что тут пока фронт все-таки является там, где он есть. Остальные такие для отвода глаз, маневры, они больше имеют такой пропагандистский, конечно, характер. Но это, наверное, тоже можно понимать. Скажите, Линас, а ваша страна насыщается, вот какие тенденции? Она насыщается русскими, которые пытаются уехать от этой ситуации, ну, по крайней мере, те, которые еще могут, потому что сегодня, говорят, там частично уже призакрывают границы для тех, кто не явился в военкомат после получения повестки. Понимаем, что там как-то закручиваются вот эти все-таки гайки. Ваша страна, она насыщается гражданами России? Насыщается слишком сильно, наверное, сказано, тут динамика поменьше. Есть, конечно, которые прибывают, но это очень тщательно наблюдают за этими людьми, пытаются все-таки отличить, кто есть кто, и тут без разбора это не ведется, но в то же время не секрет, что и до этой активной фазы войны и раньше многие оппозиционеры находили приют, политический приют в Литве из Беларуси, из России. Это тоже понятно, но это не является массовым явлением, если так говорить. В будущем, конечно, тут не будут открытия двери для всех не будут. Будем смотреть очень внимательно и длительно над этим процессом. Вы в одном из своих интервью сказали, что Россия это не супер-государство, а супер-проблема. Трансформируется ли как-то ваше мнение со временем? Подбираете ли вы какие-то другие эпитеты сейчас к этой стране и, в принципе, к режиму, который там? Если эпитеты помогут исправить ситуацию, могут изобрести еще что-нибудь такое. Главное, что Россия не только не является супер-державой, но и вообще не является государством в общем понимании, поскольку это, по сути дела, террористическое формирование, которое действует не по международному праву, не по законам, по избирательным таким законам, может, по понятиям можно говорить, но это ничего общего не имеет с отношением между странами. Так что, то, что сегодня происходит в России, это большая проблема не только для мира, но и для самих россиян. В конце концов, они, наверное, это тоже поймут, но, к сожалению, будут очень много жертв и всяких других проблем, которые со временем надо будет лечить, отстраивать, корректировать. К сожалению, но это неизбежно, поскольку такова ситуация. Так что, да, супер-проблема. А санкции, скажите, которые есть, да, вот, которые введены, они фактически существенным фактором дают понять это гражданам России? Пока еще нет, наверное. Некоторые даже, наверное, не замечают, что они имеют место, эти санкции. Скажем, что касается запрет на выезд, да, или на туризм. Вы знаете, какой малый процент россиян вообще ездят за границу. Нигде нет. Ничего не почувствуют. Да, так что они, конечно же, ничего не почувствовали. Вот эта так называемая элита, которая действительно имеют имущество, дома, яхты, которых дети учатся, да, они чувствуют это, это, наверное, хорошо. Хотя, так, показывают, что это ничего для них не значит, но это, конечно же, значит очень многое. И это дополнительный фактор, который может быть все-таки заставить их что-то менять, поскольку, если руководитель государства уже потерял вообще здравый смысл и ведет и себя, и страну за собой в пропасть, то, наверное, не у всех такие планы, наверное, они все-таки хотят жить в каком-то государстве, не хотят быть изолированы от Европы. Но, вы упомянули санкции, я тоже тут очень долго критиковар, у нас будет одиннадцатый пакет, да, это тоже звучит очень как-то сильно, но мы видим, как сложно это дается, сколько обхода санкций, сколько всяких исключений, сколько все это, как это трудно дается все-таки. Но, несмотря на то, они тоже работают, они действуют, все-таки экономика уменьшилась, несмотря на то, что официальные лица говорили, что санкции не имеют никакого значения. Имеют значение, только очень медленно это все дается. Но чем дальше, тем больше это значение будет чувствоваться и для всех граждан. Мы надеемся, что эти процессы будут быстрее. Спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Спасибо за комментарии. Ваших глядачам нагадаю, Лена Слинкевичу, скулишний министр закордонных справ Литвы, Бул, ВТР, Апостров ТВ. Дякую.